Друзья, приветствую всех на канале Есть-Поесть! Сегодня предлагаю сразу два рецепта, как можно на зиму замариновать маленькие помидоры. Хотя точно так же можно сделать помидоры любого размера. Первый рецепт для любителей пряных закусок. Большое количество базилика наделяет помидорчики невероятным ароматом. Помидоры по второму рецепту с луком и болгарским перцем. Получаются очень пикантными. Список ингредиентов смотрите под описанием к видео. Для первого рецепта мне понадобятся сами помидоры и базилик. Он подойдет любого цвета. На 2 литровые банки я беру несколько таких больших веточек. Овощи и зелень хорошо помыла. Также помыла и банки, стерилизовать их не обязательно. На дно каждой баночки кладу по большой ветке базилика. Сюда же отправляю по 2 зубчика чеснока, по несколько горошин душистого перца и по несколько горошин черного перца. И теперь отправляю в банку помидоры. После того, как я положила примерно половину банки, я ее встряхну и положу немного чеснока. Далее опять помидоры. Сверху кладу еще по несколько листиков базилика. Кстати, его количество берите на свое усмотрение. Если вы его любите, не скупитесь. А также добавляю еще чеснок. Заливаю кипятком. Просто прикрываю крышками и даю постоять минут 20. Когда время ожидания подходит к концу, в кастрюлю наливаю воду, добавляю сахар и каменную соль из расчета на 2 литровые баночки. Помешивая, доведу до кипения. Как только закипит, добавляю уксус. Дождусь повторного закипания. Сливаю воду из баночек. Заливаю кипящим маринадом. Плотно закручиваю крышки, укутываю и оставляю на сутки. Лично я банки не переворачиваю, а вы делайте, как привыкли. Затем убираю на хранение. Для следующего рецепта также беру маленькие помидорчики разных цветов. Болгарского перца я беру обычно по одной штуке на баночку. На этот раз у меня мелкий, поэтому возьму по полтора. Лучок нужен такого маленького размера, но если у вас нет, возьмите обычный и порежьте полукольцами. В каждую баночку кладу черный перец горошком и душистый перец горошком. Что касается гвоздики, я добавляю по два бутончика. Вы ориентируйтесь на себя, помните, что она дает резкий вкус. Сюда же отправляю чеснок и по несколько маленьких молодых зонтиков укропа. Можно взять и обычные веточки укропа. Если есть возможность, можно добавить листья черной смородины и хрена. Далее порезанный произвольными кусочками перец я режу обычно такими квадратиками. И лук. Для самоуспокоения накалываю помидоры вилкой, хотя все равно знаю, что они лопнут, так как у них очень тонкая кожица, а вы делайте как хотите. В баночки наливаю кипяток и слегка прихватываю крышками. Даю постоять минут 25. Когда отведенное время подходит к концу, делаю маринад сразу для двух баночек. В кастрюлю насыпаю каменную соль и сахар. Наливаю воду и довожу до кипения. После закипания добавлю уксус. При помощи специальной крышки солью воду из банок прямо в раковину и заливаю под завязку уже маринадом. Сразу же плотно закручиваю. Затем укутываю, оставляю на сутки. Еще раз повторюсь, что лично я не переворачиваю, а вы делайте как привыкли. После этого убираю на хранение. Стоит отметить, что по этим рецептам помидоры получаются абсолютно разными. Помидоры по каждому из них имеют свой неповторимый вкус и аромат. Напишите в комментариях, а какой рецепт заинтересовал вас больше и какой вы бы захотели повторить. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал Есть-Поесть, где вы можете найти еще много интересных рецептов заготовок на зиму и не только. А я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне. Увидимся в следующих видео!